Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. Сегодня мы сравним две камеры для домашнего видеонаблюдения по характеристикам, внешнему виду, функциональности и по качеству записываемого видео. Первая камера это давно знакомая и продающаяся официально на многих рынках, включая Россию, Mi Smart Camera Basic. Против нее новинка 2020 года Camera Standard Version с магнитным креплением. Полный обзор каждой из камер вы можете найти на нашем канале. Обе камеры продаются с доставкой по цене менее 20 долларов, однако на своей родине в Китае Camera Standard на треть дешевле, поэтому в перспективе и на остальных рынках новинка должна будет стоить меньше. Ссылки на обе камеры на Алиэкспресс в описании к видео. Начинаем наше сравнение с упаковки и сразу понимаем, что новая камера с магнитным креплением должна быть компактнее предшественницы. Основные функции обоих устройств во многом совпадают, но мы поговорим о них позже, различий на самом деле достаточно много. Новая и старая камеры имеют отличные блоки питания. У версии Basic блок питания крупнее и поставляется сразу с кабелем microUSB. Новая Standard версия имеет почти вдвое более компактный блок питания и отдельный кабель, поэтому при необходимости можно заменить шнур на более длинный или короткий, или блок питания на европейский с аналогичными параметрами. Новая камера имеет удобное магнитное крепление, благодаря которому установить направление съемки при монтаже на стене или потолке гораздо проще. Вы можете повернуть объектив на 360 градусов по горизонтали или 150 градусов по вертикали. Такая комбинация дает обзор в любом направлении. Сравнивая обе камеры бок о бок мы видим, что благодаря магнитному креплению новая стандартная версия почти вдвое компактнее по высоте и ширине, а при наличии защиты от воды и пыли вы можете установить новую камеру на открытом воздухе для слежения за улицей. Давайте перейдем к программным характеристикам и функциям. Даже на бумаге мы видим некоторые изменения в худшую сторону, но обо всем по порядку. Обе камеры записывают видео в Full HD разрешении 1920 на 1080 пикселей, однако старая базовая версия пишет от 14 до 16 кадров в секунду, а новая стандартная постоянно 20 кадров в секунду. Далее вы увидите две картинки и поймете какую это дает разницу на выходе. Базовая версия поддерживает карты памяти до 64 гигабайт и имеет возможность копирования на локальный сетевой диск, а стандартная версия 2020 года пишет на карты до 32 гигабайт без возможности резервного копирования локально. Я подозреваю, что таким образом Xiaomi пытается увеличить продажи своего облачного хранилища для резервных копий. Кроме количества кадров, на картинку сильно влияет и угол обзора каждого из устройств. Объектив новой камеры охватывает 170 градусов против 130 у старой. Разница хорошо видна при сравнении бок о бок. Далее пойдут только плюсы новой Mi Smart Camera Standard, которой нет у базовой версии. Во-первых, это защита от воды и пыли по стандарту IP65, трекинг движущихся объектов в кадре, включая распознавание людей. Также появилась запись таймлапс видео с возможностью запуска по расписанию и автоматический запуск голосовой трансляции при обнаружении людей. Одним из самых важных изменений стало то, что новая камера продолжает записывать и хранить на карте памяти видео, даже если пропадает сигнал беспроводной сети. То есть важная информация не пропадет, если отключится интернет. Сейчас на экране видео, снятое с одного места двумя камерами. Сначала видео со старой базовой версией и после видео со стандартной версией. Качество картинки у новой камеры незначительно, но лучше. Нет столь заметной пикселизации и наблюдается меньше артефактов на видео, особенно вокруг движущихся объектов. Кроме того, благодаря на четверть большему числу кадров в секунду, видео более плавное. При записи более продвинутым кодеком компрессии H.265, размер файлов стал в среднем на 25% меньше, что позволит сохранить на карте памяти больше файлов. Однако, если старая камера хранит видео продолжительностью 1 минуту в отдельном файле, то новая стандарт-версия хранит на карте памяти отрезки по 3 секунды с разбивкой по папкам для каждой минуты. Подводя итог, могу сказать, что при покупке новой камеры однозначно стоит выбрать стандарт-версию с магнитным креплением. Она компактнее, удобнее для установки и настройки направления съемки, имеет больший функционал и лучшее качество картинки. Однако, если для вас критична возможность автоматического копирования записи на локальный сетевой диск, то придется выбрать старую версию. Если у вас остались замечания или вопросы по сравнению двух камер с Xiaomi, оставляйте их в комментариях. Если видео было вам полезно и интересно, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал.